Сколько раз бывало в твоей жизни, что ты себя чувствовал одиноким и лишним, и никому не нужным? Сколько раз бывало в твоей жизни, когда ты не замечал смысла в твоей жизни, в твоем бытие? Так бывает, когда тебя отвергают. Тебя может отвергать твоя семья. Тебя могут отвергать твои друзья. Тебя может отвергать твоя община. Тебя может отвергать твой служитель. И самое интересное и самое ужасное, что ты можешь сам себя отвергать. Во всех этих моментах в жизни нужно быть сильным человеком, чтобы устоять. Но откуда взять эту силу? Откуда взять силу, чтобы противостоять всему этому? И за это много суэтида. Человек поднимает руку на себя, потому что чувствует, что он никому не нужен. Если даже человек чувствует, что он нужен даже своей собаке, у человека появляется смысл жизни. А когда человек не видит ничего такого, человек уже теряет всякое основание, на котором можно опираться, чтобы продолжить жизнь. Бог послал сына своего Иисуса Христа. Он пришел показать свой образ, каков он есть на самом деле. И своим образом он определил образ Божий. Как Бог реагирует на твою жизнь. Как Бог реагирует на тебя самого. Я учился в богословии в Москве. И у нас были каникулы на один месяц. Я поехал в Воронеж. И близ Воронежа город Лиски. Жил в доме очень хорошего человека. Николай Игнатыч. Уткин фамилия. Когда утром я должен был подняться, вы знаете, не знаю, я решил этот день немножко дать себе свободу. Потому что в университете постоянно вставали в шесть часов, потому что в семь часов уже начиналось молитвенное служение, нужно было подготавливаться. И вот утром я немножко больше поспал. И когда открыл глаза, приветствовал и сказал, который час? Они сказали, что без десять-десять. Я сказал, сегодня служение в одиннадцать часов. Они нет в десять часов. Я говорю, ой, друзья, из-за меня мы опаздываем. Я быстренько соскочил. После подготовки помолились. Быстро пошли на место служения. Это было недалеко. Я когда вошел в дом, это был свой дом Юрия Александровича. Я вошел. Там две комнаты. Полно было народу. И были поставлены скамейки. И параллельно эти скамейки, вот между ними был проход. И когда я туда вошел, конечно, я знал, что я должен провести это собрание. Но вопрос был в следующем. Я не хотел показать горделивость. И поэтому я не вошел там, где сидят служители. А в этой комнате, где вот эти скамейки, я буквально сел на полу перед ногами братьев и сестер. Оказывается, я сел у ног одной сестры, которая была молодая. И она услышала, что, говорят, приедет брат Ватчик. И она сказала, вы уже начинаете надоедать вашим братом Ватчиком, как будто апостол Павел. Пойду посмотрю, кто он такой. И она пришла, чтобы увидеть меня. Я ее не знаю, она меня не знает. А сделался так, что я пошел и сел у ног ее на полу. Потом оттуда посмотрел Юрий Александрович и пригласил меня внутрь. Я пошел. Проповедь, молитва. Благословенно прошло все это служение. И все ушли. Ко мне подошла другая сестра и мне говорит так. Одна сестра хочет с тобой поговорить. Я говорю, хорошо, пусть идет. Пришла вот эта сестра, у ног которой я сидел на полу. И она меня говорит, я хочу открыть мое сердце перед вами. Я говорю, я слушаю. И вдруг я услышал, что Юрий Александрович не очень хорошо начал говорить с ней. Я сказал, брат попрошу нас оставить одних. И я его дочь тоже попросил, чтобы она вышла из комнаты. Я посмотрел на нее и говорю ей так. Кто ты? Она меня говорит, я Иуда. А Дух Божий меня сказал совершенно другое. Дух Божий меня сказал, нет. Это моя жемчужина. Просто она упала в грязь. Я сказал, нет. Ты жемчужина Бога Живого. Просто в грязи. Тебе только нужно омыть. Она упала на колени и начала плакать. Она рассказала, как с матерью она поехала на пляж. И там она попала в глуд. Когда она приехала обратно, община там так сильно начала нападать на нее. Ее отлучили. Перестали с ней общаться. И было очень трудно ей. Очень трудно. И она не знала, что делать. И Бог меня посылает туда. Я вижу вот это положение. Я ей говорю, я хочу за тебя молиться. Она меня говорит, я боюсь. Я говорю, отчего? А я боюсь, что Бог накажет моих родных. Я говорю, ты Бога не знаешь. Он не накажет твоих родных. Это ситуация именно от Господа. Он хочет, чтобы я за тебя помолился. Но ты хочешь или нет, я как священник за тебя буду молиться. И я начал молиться. Тогда она тоже начала молиться. И я помолился с рукоположением. После этой молитвы, конечно, ортодоксальная церковь, они консервативны. Слава Господу за них, но они консервативны. Они не общаются и очень жестоко, как жестко обращаются. Это очень печально, но это факт. Я сказал, накройте стол. Я и сестра будем кушать вместе. Я покушал с ней и сказал, в шесть часов у Игнатыча дома собрание придешь туда. А Бог положил в мое сердце следующее, приготовить для нее подарок. После собрания я громко сказал перед всеми, сестра, останьтесь. Я с вами имею разговор. Вместе с ней остались и некоторые другие, потому что им было интересно, а какой разговор может быть между нами. Я специально это сделал. Громко сказал, чтобы другие тоже остались. Я взял одну прекрасную книгу «Библейский справочник Гелия», которую имел только я и декан университета Владимир Григорьевич Мурашкин. Им я написал, подписался и подарил ей. Подарил ей. И она взяла, поблагодарил ее, ушла. На следующий день она позвонила по телефону. Я взял телефон, она мне говорит, «Брат, Ватчик, я говорю, слушай, дочка, я не знаю, приеду ли я провожать вас в вокзал, но я одно точно знаю, что в небесах мы встретимся». Вы знаете, вот это спасение вернулось к ней, радость вернулась к ней, мир Божий, покой. Вот это упование и вера вернулось к ней. И Бог показал, что Бог ее искал во все это время. Бог искал ее. Бог никогда не оставлял ее, а ей казалось, что Бог оставил ее. Но это не так. Бог любил ее. И Бог через меня показал эту любовь ей, что она не одинока. Вот Иисус именно про таких людей и говорит, что Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Вот именно эти черепицы, вот именно эти разбитые сосуды, которые находятся там, в земле горшечника, вот именно ради вас. Ради вас. Помните, души Божии. Ради вас. Эта цена 30 серебряников Бог дал ради вас. Именно вашу цену. Вы никому не нужны. Вы нужны Иисусу Христу. Вы брошены за стам, там, где земля горшечника. Но ваша цена велика. И никто не может эту цену давать, кроме Бога Живого. И Он дал вашу цену. Это 30 серебряников. Это кровь Сына Божия Иисуса Христа. Никогда. Никто. Вас. Не может похудеть из рук Божьих. Бог силен. Он любит вас. Он стоит за вами. Он послал Духа Своего Святого для вас и в вас, чтобы вы знали, что не потому, что вы святы, не потому, что вы праведны, поэтому Он послал своего Духа Святого, но потому, что вы нуждаетесь в освящении и в праведности, во спасении и в победе. Поэтому Он послал Духа Своего Святого, Духа Сына Своего, который с вами и в вас. И помогает, каждый раз открывая истину и любовь Бога к вам самим. Укрепитесь. Усилитесь. Станьте на колени. Станьте твердо. Не бойтесь. Бог не оставил вас. Бог любит вас. И Бог с каждым человеком, который искренним сердцем призывает имя Его, пускай Бог благословит вас, чтобы вы понимали, что вы все это уничижение, Сын Божий Иисус Христос прошел ради, только для того, чтобы мы получали это богопознание. Кто такой Бог? Как Он поступает? Чтобы мы, образ Божий, имея в себе, поступали с другими людьми точно так, как Бог поступает с вами. Пускай Бог благословит нас. Я хочу маленько, коротко молиться. За вас. Могучий Господь, те души, которые сейчас находятся под ударом, те души, которые получили трещину, те души, которые разбыты на многие куски и выброшены в эту землю горшечника, подойти Духом Святым, прикоснись к их сердцам и скажи им, что ты именно за них дал эту цену, что они искуплены, что их цена давно уже дана, что они твоя собственность, и ты любишь их. И через Христа Иисуса ты это доказал. Пускай печать Духа Святого эти слова подчеркнет во их сердцах навсегда. Благостави их, возьми под руки твои, покажи твою любовь, и да прославится имя великого Бога, единого истинного, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует...